Всем привет! В этом видео покажу вам книги с иллюстрациями Анатолия Елисеева. Как вы видите, стиль рисования разный, то есть как будто это вообще разные художники. И, кстати, он вообще очень разносторонний человек, он также ещё и актёр. Он играл в театре «Современник», также был для них и художником по декорациям. Ну, в общем, очень разносторонний человек, которому 90 лет на данный момент. Вот, ну, показывать я уже начала вам книгу «Запел петушок» от издательства «Речь». Здесь русские народные сказки, песенки и потешки. Я вообще в восторге от этих иллюстраций, вообще в полном восторге. И вот, например, вот здесь. Мне нравится, как вот свет падает от окна, какие они добрые, эти лица. В том, что касается книги. Бумага оффсетная. Это очень хорошо, она не бликует. Для подобных картинок мелованная не очень смотрится. Поэтому всё замечательно. Листы очень плотные, чтобы ребёнок их мог, ну, тоже сам листать эту книгу. Рисунки мне очень сильно нравятся. И вообще мне эта книга очень-очень нравится. И она одна из моих любимых, поэтому я её начала показывать в первую очередь. В лабиринте её уже нет в наличии. Но есть хорошая новость. На Вайлдбери появилось издательство «Речь». И там можно купить книги, причём по хорошим ценам. И те, которых нет в наличии в лабиринте. Вот эту книгу, например. И «Огня бортова», вот я вам покажу скоро. И «Лисичка со скакалочкой». Всё это оттуда. Ну, в общем, я думаю, вы поняли принцип. Какие тут иллюстрации. Содержание мне нравится, что здесь ещё и сказки. Так что книга эта у нас будет одна из самых любимых, я думаю. Ребёнку уже сейчас нравится. Это «Коза», «Котики». Всё вот это я и показывала. Читала «Потешки» уже. Вот. Ну, я думаю, лет до пяти точно эта книжка. Насколько я помню, тут написано было, ну, лет до пяти, я думаю. Ну, может и дольше. Посмотрим. Вот. «Лисичка со скакалочкой». Стиль рисования похож с предыдущей книгой. Хорошие тоже иллюстрации. Хорошая книжка. И печать хорошая. И картинки. Вот. Сказка о том, как лисичка была слишком хитрой. Но в итоге за это поплатилась. Ну, она, ну, думаю, знает все сказку. Это, в общем, в итоге получила по заслугам. И, значит, дальше у нас «Сказки народов России». Эта книжка, она есть в лабиринте. Там я и купила. Сто рублей у них стоит она. Просто тут сказки народов России. Они все разные. Разных. Вот, например, мордовская, башкирская. То есть, именно калмыцкая. У нас же разные народности в России живут. И для общего развития очень интересно. То есть, итинская. Ну, и картинки. Я хочу показать в основном работу художника. Потому что это видео посвящено его иллюстрациям. Вот. Уже, видите, отличается от предыдущих книг. Стиль рисования. В книге «Агния Барто» там будут наподобие тоже иллюстрации. Наподобие этих. Хорошая книжка. И теперь «Агния Барто». Вообще, у меня с детства есть книга «Агния Барто» в иллюстрациях Чижикова. Но это ничуть не хуже. Поэтому у нас теперь две. Старая советская книга и вот эта в иллюстрациях Елисеева. В общем, хорошая книжка. Тоже пролистаю по-быстрому. Хороший художник. Очень мне понравилось, что он еще и актер. В общем-то, очень творческий такой человек. Кстати, играть он начал еще во время войны. В 14 лет это было. Он родился в 1930 году. В общем, если вам понравилась эта книжка на Вайлдбере, она есть. Стоит 200 рублей. А эта книжка 100 рублей. Спасибо. 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 Спасибо.